Всех приветствую, я Донис, мы продолжаем проходить Вальгалу. Я тут обследовал Глостершир и нашел очень интересное местечко. Вот тут вот, посмотрите. Тут много сокровищ, и это неспроста. Сейчас пойдем выяснять, местечко тут классное. Римские руины. Храм какой-то величественный был. Надеюсь, не все тут разграбили. Ну, раз не разграбили, то значит ловушки есть. Видимо, заперто с той стороны. Вот, проходите, кстати. Ну, зараза. Такие звуки. У нас теперь есть средство против этих стен. Насколько же лучше стало играть? Легче. Зараза. Вонючка. Не зараза. Так. Сначала тут надо все смотреть. А тут ничего и нету. Пойдем. Давай вниз. Сразу не хочет. Ах, тут какие миазмы. Все обгашено. Поэтому тут никто и не ходил. Ой, блин, не то. Кстати, копье-то сих пор не прокачал второе. Надо будет это сделать. Хожу, как дурак с серебряным. Так. И что же тут у нас? Да зараза. А тут у нас контора ассасинов. И штаны незримых. Кодекс Магаса. Страница 3. Однако, чтобы увидеть последний свет, вы сначала должны почувствовать потери, пустоту, боль. Действуя, вы должны постоянно думать о том, что уже потерпели неудачу. Что снова ее потерпите. Что должны всегда терпеть неудачу. Таков путь незримых. С каждым разом терпеть неудачу лучше, чем раньше. Мы бродим в темноте, в вечных поисках света. Замолчав, она сделала глубокий вдох. Но здесь мне придется противоречить самой себе. Ибо, несмотря на то, что действительность по своей сути пуста, непознаваема, с нашим ремеслом все иначе. Что братство преуспело, нам нужны принципы, по которым можно определять успех. Жесткие, незыблемые правила. Истины, в которые мы верим. По рядам собравшихся пробежал робкий шепот. Все поняли, к чему этот разговор. Скоро у нас появится непреложный кодекс, о котором давно ходили слухи. Женщина заговорила снова. И в словах ее звучала торжественность. Начиная с заката династии Птолемеев, незримые разбивали противоестественные оковы, которые одни люди надевают на других. Мы делали свое дело в соответствии с кредо, однако часто это приводило к непониманию и хаосу. Поэтому мы сформулировали три правила, неоднократно проверенные практикой, которые должны приумножить наши успехи. Первое. Прячься на виду. Ты можешь достичь своей цели у всех на виду, но в то же время быстро и неожиданно. Второе. Никогда не подвергай риску братства. Действуй и говори осмотрительно, ибо это единственный надежный способ защитить наше братство от постороннего влияния и сохранить чистоту наших помыслов. Вот так. Потом все вместе зачитаю. Все интересны страницы? По костюму сейчас посмотрим. Плащ незримых. Доспех незримых. Маска незримых. Перчатки незримых. И штаны незримых. Все, полный костюм. Весь комплект. Шикарно. Теперь надо прокачивать. Заодно и копье. Красота. Значит и все страницы. Ну какой красавец, а? Чудо костюм. А этот огонь жарит, интересно? Нет. Это не опаляще. Божественный огонь. Истертое письмо. Магистр Севаст. Прости мою горячность, но приказ о бегстве, что поступил к нам из Люндона от магистра Вита, попросту труслив и отдан не ко времени. Больше трех столетий незримые трудились в тени империи. Защищали ее подданных от капризов, бесчисленных цезарей. Теперь же, когда империя отступает, а наш труд, наконец, приносит плоды, мы вдруг тоже должны отступиться? Это безумие. Неужели все было зря? Неужели громче всех звучат немногочисленные настойчивые голоса, которые противятся присутствию здесь наших благородных сестер? Твой друг и сестра по тени. Магистр Майя. Альтериус нон сит. Куи сус эсэ потест. Вот так. Контракт незримых. Генус пакти. Казнь. Новая римская церковь закрепилась на Британских островах. Но о том, как мы когда-то поддерживали этот культ, теперь все забыли. В городах постоянно предают казни белгов-язычников. Мы хотели бы договориться, но к нашим мольбам все глухи. Император Феодосий не отвечает. Мы должны дать всем понять, что не будем больше это терпеть. Три священника, Вит, Секунда, Агапит, должны умереть у всех на глазах, чтобы Рим вспомнил о племенах, которые от века населяли Британию. Контрахит. Посвященный Тайт. Статус. Частичный успех. Цели убиты. Исполнитель скончался от ран. Ну а как? Ну все, тут больше ничего интересного. Ну раз такое дело, полетели домой. Прокачаем снаряжение. Вот только Титана не хватает. Ну как вариант, можно что-то разобрать, конечно. Эйвор, между нами. Я знал, что ты станешь чудным ярлом. Ну. О, спасибо. Что сегодня предложишь? Так, сначала копье. Ну, нравится тебе? Оно внешне, наверное, не изменится. Да. Итак, хорошее. Теперь пошли с костюмом. Хороший условий. Эй, тоже не меняется. Один облик, да? Эээ. Ну что ж, хорош костюм. Теперь вы прокачать его. Так, ну вот немножко разобрал. У меня два дурочных мяча. Славных битв, Эйвор. Один пока разобрал. 26 Титана надо офигеть. Ну, хотя бы копье Леонида прокачал. Тут удобная система. Можно что-то временно разбирать. Пока другое улучшать. Так, а у нас масло. Йоханнес Лукас, страж веры. Убейте масло. Найти его можно в селении Фернхам, что в Хамптоншире. Привез Йоханнес масло. Йоханнес примкнул к церкви, чтобы добавить своему роду респектабельности. Он так близко к сердцу принял поучение о важности соблюдения дисциплины и уважения иерархии, что в конце концов оказался в ордене. Он очень любит втереться в доверие к какому-нибудь влиятельному лицу, избавиться от него, а потом поставить на его место кого-нибудь из своих родственников. Это ублюдок. Сейчас мы его гуляем. А вот и село, где он обитает. Живописное место. Фернхам. Его охраняет, ты смотри-ка, капюшон. Есть средства от таких ребят. Фернхам. Фернхам. Независия. Слишком долго соображал. Желучие. лучи вот так вот так подтвердить смерть я заботился лишь о семье близких я люблю их больше всего на свете как же семьи что пали по приказу ордена они не достойны любви да что вы знаете о ценности жизни твой топор тебе дороже всего на свете нет я встречал много честных людей в разных краях но доказал что твое сострадание не беспредельно кому тут сострадать кому надо мы сострадали еще как вот точно эта женщина сестра блед свит тень архиепископа я так и думал что монашка будет сильная вера сильно убейте грабли ищите ее в церкви святого мартина что в кентерберри кент магистр блед свит грабли однажды юная блед свит влюбилась но все закончилось очень плохо и она оказалась в монастыре здесь она познала любовь во второй раз любовь к ордену блед свит строго следовала всем его заповедям и в конце концов сама стала магистром так вот монастырь значит ухты давненько мы не бывали в кентерберри так где-то тут она обитает до церкви до реставрируется здрасте прямо головешку архиепископ не знал о моей ереси я собирала тайны как верующих казалось праведной как настоящий ангел но я никогда не любила его бога не так как старых богов истинных творцов древних вся твоя жизнь ложь значит от чести не осталось и следа архиепископ ужаснулся узнав правду о моей вере и я замкнула его уста пора замолчать и тебе ухты она убила архиепископа суровая смотрите как красиво все красное а почему пока не узнали отца а видимо до финала не узнаем все равно от зараза посмотрим даст ли разрешение тот кто стоит выше меня отец пишет кто там бог есть кто-то перед кем отчитывается сам отец это очень круто интересно так ну а теперь мы отправимся в норвегию ненадолго там уж больно много интересных дел есть хорда фьюльки под покровом ночи будем делать свои грязные делишки блюют блин красота долго бежал слишком вот так убил ворона на скаку с ноги интересно домишко осмотрись сегодня очередные детишки воинствующие в чем дело кто бьет в барабаны войны вот это да ты викинг и видел много битв то что нужно и для чего же вам нужен викинг что видел много битв когда-нибудь мы станем величайшими воинами а волчьи стаи будут петь скальды но нам нужно поднатореть в набегах идем в набег тогда вперед три волка и я буду четвертым волки вперед волки были они как четыре лапы одного зверя и шли убивать разрушать куда идем разрушать туда за этими ребятами конь зарядовал прибежал нет больше не садись на кого другого закрыл обзор они пришли в деревню держа на готове факелы топоры и клинки они хотели убивать так мило что у эйвро несмотря на все его дела есть время для детей добыча что-то еще кушать то о добыча не зря пошел это добыча большой волк набивает кошель серебром ты смотри-ка там смотрящие волчья стая стоит посреди разрушенной деревни врагов кругом пожар и кровь осталось только увести треллов встань на колени перед предводителем удачный набег да ты помог нам расправиться с кланом ворона с кланом ворона говоришь да как в рассказах о кьетве когда-нибудь я стану как он кьетве значит волчата кьетве однажды мы встретимся на другом поле боя может и не встретимся есть у кого история и стрит часто рассказывала обучение христа мне она казалась стран скрытым в переплетениях их святого языка простые люди даже не знают его они слушают не понимают и все-таки многих данных это привлекло почему интересно мы грезим судьбой и знаем что ее не избежать те кто умрет не в бою проведут вечность в хельхейме но бог христиан дает надежду даже бедные и слабые обретут рай он принимает всех кто его почитает ты уже пришел к христу как-то спросила меня и стрит когда мы лежали рядом но христос миролюбивый бог и не подходит пусть меня ведет один с ним хотя бы не скучно и ор почти один так что рядом своим богом что на тебя нашла о гриб тоже мухомор да отведаем местных грибцов все как обычно ничего нового за раз а усилий ребята вообще все хорош благодаря мухоморам приблизились немножко к вальгале чему эта игра учит зараза чуть не убил слушайте те олени очень опасные ну что шахи и узором местный край холодные скалы мертвое место вообще в норвегии много и более теплых мест не думайте что там все так ужасно вот два события прекрасно ой 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 все это хана вот норвегии есть такие места где можно разбиться в англии сложнее а если на коне интересно конь бы погасил падение нужен эксперимент давай дружок ну-ка один фиг ой сраные камни опять но эти попроще 4 камня всего ту расплюнуть эйвар эйвар бакраут ты ведь меня слышишь что часто вспоминаешь об отце да думаешь что он был трусом он трус все так говорят и теперь живет ухель слуги ее сони или же бока и одр болезни постель его а злая кручина полок верни утраченную им честь верну не сомневаюсь ну трус он пытался семью спасти там ситуация практически безвыходная была их окружили надеялся ну по мнению викингов да трус тут они наверное правы вот в этом месте они правильно викингов показывают он должен был до последнего сражаться поэтому видимо он вальгало и не попадает по их мнению а это что такое слушайте что я нашел укус змеи парус тут же молотворы должен быть мне писали ах как мы сейчас пойдем лейлы то нету аномалия басим будет вот это интересно басим басим ядрить а вот они аномалии посмотрим что получилось а если бы я пришел с лейлой сюда а другой бы диалог был зараза прикольно слушайте веселая аномалия да нет же басим твою дивизию надо все клавиши отпускать и да он четко все делает а если не отпускаешь то он не туда бежит все равно как ни крути а а а басим хорош а а а а а тех что сперва так я думаю посмотрим вот зараза я не прав надо было сначала ту ладно так теперь он постоянно светится все теперь его ловим там где надо а а а ухты нет да ладно вот это было очень круто действительно классно мать отец священный голос я говорила с ними они завели меня что успех обеспечен наш народ переживет катаклизм 6 раз они пытались спасти нас ни разу не удалось прости мои сомнения мать попытается в седьмой раз ее замысел опасен но она уверена в нем а что говорит отец и голос они голос голос не должен быть молчаливым на тон и голос голос голосить тут явно что-то не так ах ты зараза так а тут не туда я поставил все-таки не туда запихнул барин надо было ждать чтобы еще выше поднялась вот теперь правильно а вот теперь все четенько тех все красное неспроста залезать наверх нет здесь фрагмент древних воспоминаний наверно последний там человек был костюме каком-то блин никаких не было общений плохо все-таки за лейла интереснее хорошо что вообще не забыли про этот момент возможно каком-то этапе разработки так и было что ты проходишь эти места а там лейла потом поправили разговор сухой получается монолог так это какой-то легендарный зверь ну что ж гуляем его нужно поскорее выбираться из воды надо убить это белый мишка задел меня прямо назад бьет вот вот блин вместо атаки соглашением двойной выстрел вышел всю задницу расковырял хорошо же его прожариваю че жив ты смотри-ка да уж славная шкура иметь шея откуда он там взялся голова короля медведя получается всех добил они думали я со стрелами буду возиться что получается последняя тайна у меня сразу скинул меня такие вот ублюдок код предатель отморозил хозяйство написано рагн вальдом странствующим скальдом был ли и мир единственным своем роде существовали великаны до него если да создавали они миры подобные нашему другие миры с другими людьми с другими богами да в таком месте не такое напишешь какие тут виды холодные вот это убийство кролика он и не надеялся такой красивой смерти уберечь от ринг как без них норвегии у тебя нет клинка только щиты лишь настоящий дрэнк может сразить меня рагнер лодброк знал это и велел мне носить только щиты хотел испытать в любой защите есть брешь увы у меня ее нет у рагнера я всегда стоял в центре стены щитов он полностью доверял мне защиту своего войска мое тело вышло из горна войн все в шрамах и стало крепче железа оно тяготит меня как уйти к рагнеру если я не победим я не знаю как меня можно убить но может быть у тебя получится для меня честь сломать стену щитов рагнара я надеюсь на тебя сейчас приготовлю щиты о рагнер не уж то скоро ну их проблем было умереть если на то будет воля локи ты победишь я неприступная крепость это мое проклятие я орвик не умирающий я хочу смерти зря ты спиной повернулся хребет переломлю я так дай мне силы хорош проработал как положено все же нашел брешь ты победил я победил не думал что доживу до этого слабость и близость смерти ты все же нашел брешь ты победил я победил держись гордо не умирающий врата открыты для тебя здесь отписано смерть рагнара лот брока где описано у забытый дрэнги забытые дрэнги рагнара лот брока после смерти рагнара его дрэнги пошли своей дорогой теперь они хотят достойно уйти жизни отправляйтесь к яме где же это яма ух хрен знает где черта на куличках в англии наверное но англия по идее там вот находится слева внизу ну да в англии так а тут у нас все ну сокровище надо собрать там скорее всего молот тора будет и плиты куда мне эти использовать вот краукомар рагнара лот брока краку мало рагнара лот брока я должен это написать немало скальдов готова бесконечным потоком слов восхвалять величие героев лишь бы набить свой кошель серебром я же происхожу из богатого рода на ртумбрии и не нуждаясь сияющей награде за свои слова тот о ком здесь будет говориться был мне врагом но я расскажу вам настоящую рагнар драпу все что предстало пред моими глазами когда рагнар лот брок встретил свою смерть я встречал воинов что оттачивали свои навыки под его командованием в тылу и на передовой чтобы служить ему желающих было так много никогда прежде не видел чтобы одному человеку приносили столько клятв верности эти войны называли себя дрэнгами пусть рагнара уже нет живых но я знаю он любил их всех как любит сыновей и богов дочерей и владычиц поисках короля эллы я не занимал высокого положения поэтому могу рассказать о том что случилось великим рагнаром много лун спустя меня захватил в плен и вар бескостный среди воинов даннов я узнал истинную меру могущества рагнар лотброка рагнар кожаные штаны рагнар объединитель рагнар глаз дрэнгов я видел его смерть но на самом деле он не умер это лишь новая страница саги подобных которой еще не видел мир для воинов эллы что были в тот день у стамфорд-бриджа и видели ту яму со змеями все уже не будет как раньше ну как смотрите я не умираю в морозе получается жизни немножко уходит но тут же лечится так-то тут какой-то лагерь посмотрите придется его обчистить железный рудник у льва нас волк на волка ну вот и все я он насыпался зараза они типа слабенькие совсем так тут молот тора будет нет брусок угля как плохим детям прямо рождество ну не знаю молот тора тут не нашел или он у меня уже есть все может быть он просто где-то захован обычно все тут отображается все таки нет у меня его нету так но теперь в англию тут мы все дела доделали вообще если мы не вернемся в норвегию не покитаемся с этим королем то это будет эпик фейл это то чего я больше всего ждал так где это яма ах ах йорвик шире ты зачем ты ломишься туда значит и мне надо все можешь заходить куда же ты это он так ломился помолиться видимо да ничего ценного вот это яма похоже та самая из письма о рагнаре лот брокки яма со змеями да тут его убили рагнар был в этой клетке место заброшено будто его использовали лишь раз для обряда это здесь вот где рагнар лот брок встретил свою смерть здесь он лежал ногой и весь в крови по капле стекавший в яму величайший дрэнг стал добычей короля эллы я видел этот день уже не раз бальдер припас для меня мед я с легким сердцем отправляюсь в край героев терпя их насмешки и унижения он сохранил честь трусы бросили его змеем эти негодяи боялись больше чем он я встречаю смерть терзаясь жаждой мою славу не стереть она будет жить в сердцах тех кто сражался вместе со мной он стоял среди змей и говорил от лица всех кто знает цену чести и отваги кто живет ради одной только славы если поросята знали каково сейчас мне старому кабану ты их увидишь элла они придут они пришли слишком поздно воины рагнара горячо любили его и были верны клятве я отправил твоих дрангов к тебе конунг вы снова будете вместе место где он пала здесь что-то блестит дал яме что-то есть неужели никто не заметил как же так нож рагнара ух ты сакс из дамасской стали дрэнги лиг крутяк ужасная яма придется с этим кинжалом повоевать какое-то время ну туда щит возьми а он неплохо прокачен кстати но мы его еще улучшим на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи и